Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Вдохновение и Творчество. Сегодня будет долгожданная тема, для меня по крайней мере, это маркеры. Так как я ни разу не рисовала маркерами и не скетчила ими, и, соответственно, я хочу сделать сегодня обзор. Я давно смотрела обзоры на YouTube-канале, и мне чего-то очень захотелось протестировать маркеры. Я еще о них слышала, когда работала в художественной школе, училась в академии. Ко мне приходили дети, они рисовали в блокнотах как раз-таки этими маркерами. И работы были классные, мне нравилось, но почему-то я тогда не решалась купить маркеры, так как не было подходящего, естественно, момента, как я и говорила. В общем, прошло уже полтора года, и сегодня будет обзор таких маркеров, как Виста Артиста. Кстати, они продаются практически в каждом магазине, будь то это книжный магазин, будь то это Леонардо, в общем, классные маркеры. Можно выбрать любой цвет, и там есть два вида маркеров. Один маркер, который я покупала, этот маркер разделяется на две части. Естественно, та сторона, которая большая, отмечена белой линией, а та сторона, которая маленькая, отмечена черной линией. Это упрощает вам задачу, когда вы рисуете и не смотрите на вот эти обозначители. Вы просто видите, что здесь белая полоска, вы открываете этот колпачок. Если черная, этот колпачок. Вот так, очень просто, понятно. Они шли по 99 рублей. И там были по 130 рублей, но насадка была другая. Но в следующий раз я возьму попробовать маркер с кисточкой. То есть, а сегодня будет обзор непосредственно маркеров по 99 рублей. Это, кстати, очень бюджетный. Купить 10 маркеров за 1000 рублей. Кто-то заказывает с Алиэкспресса, но все-таки я с Алиэкспресса ничего не заказывала непосредственно с художественных материалов. Потому что мне кажется, это не очень хорошо. Так как там продается подделка и ничего толкового там нельзя купить. Если, конечно, вы не переубедите меня, что там, да, действительно можно крутые вещи купить. Конечно, я понимаю, что там можно купить, например, классную палитру. В этом я не спорю. И вот так эти маркеры выглядят на бумаге. Сейчас буду делать скетч. И такая у меня зарисовка получилась. Буквально 10 минут. Я даже написала, сколько минут я здесь потратила. Вот здесь. Сейчас она сфокусируется. 14 на 47, 14 на 53. Я сделаю такую зарисовку быструю. Первый раз маркерами, фэшн иллюстрацией. Вот как-то так. Я не удержалась и сделаю еще один эскиз. За 10 минут так же писала. Минуты. За 10 минут. Вот так. Брала референс с Пинтереста. Вот эту девушку. Ну, естественно, образ и цвета, гамма подбирала сама. Я уже сделала 3 зарисовки. Но с вами я буду делать еще одну зарисовку. Скорее всего, портрет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И если вам понравилось это видео, то я прошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал. Так как я заметила, что многие смотрят меня, но как-то не активничают. Мне все-таки приятнее будет, если вы поставите лайк и напишите какой-нибудь комментарий. Я благодарна, что ты досмотрел это видео до конца. И если вы еще не тестировали маркеры, то можете купить такие же маркеры. Они стоят недорого и побаловаться немножечко. Как я, в принципе, побаловалась. Так что всем пока. Всем творчество и вдохновение. Это очень важно. Всем пока.